Восемь лет о крымском футболе никто ничего не знал. И вот начали раздавать пряники. Крымские клубы будут приняты в ФНЛ. При условии прохождения лицензирования сообщает об этом замгенпродюсером Матч ТВ Василий Конов. Также принято решение о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также Республики Крым и города Севастополь. Вот какие пряники раздают сегодня. Бегите, забирайте, иначе потом неизвестно, что будет. Дадут ли этот пряник или догонят и еще раз дадут. Так быстро меняется, друзья, ситуация. Сегодня она одна, а завтра она уже абсолютно другая. В Москве в день независимости российского флага задержано 30 человек с помощью системы распознавания лиц в метро. Причем они нигде не буянили, но их задержали, потому что это была специальная профилактическая операция в честь праздника, как утверждали в МВД. И почти все задержанные, как утверждают также в МВД, участвовали в протестах или получали штрафы по статье «Дискредитация армии Российской Федерации». То есть, друзья, был праздник, люди пошли в метро, и какая-то система распознавания лиц, а так это или не так, ну, вероятно, так. Ну что же мы будем с вами обсуждать те действия правительства, которые какая-то система лица распознает. Значит, все так, друзья. Спите, жители Багдада. В Багдаде все абсолютно спокойно. Не волнуйтесь. Не ходите, дети, в Африку гулять. В Африке опасно. В Африке большие водятся крокодилы. Не ходите. А зачем вам ездить куда-то гулять? Ну вот погуляли. И что, 30 человек нагулялись. Задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Полиция пришла к Ройзману в 6 часов утра 24 августа. Против него возбудили дело о «Дискредитации Российской армии». Поводом стали заявления Ройзмана с критикой спецоперации РФ на Украине. Так обыски идут в фонде Ройзмана также и в музее Невьянской иконы, которая лично принадлежит Ройзману. Но якобы силовики проверяют законность приобретения этих икон. Я думаю, что здесь как-то странно. Законность приобретения можно приобретать и проверять совершенно другим способом. Заранее можно было запросить документы у Ройзмана и заранее это проверять и не делать никаких обысков. Хотя, видите, тому, кто сильнее, тому и больше видно. А что нам указывать, если приходится только быть в состоянии человека, спите жителей Багдада, в Багдаде все спокойно. А сам Ройзман сообщил журналистам, что дело возбуждено в Москве и политику якобы грозит до 10 лет, как говорили изначально, а потом стали говорить до 3 лет лишения свободы. Адвокат Ройзмана сообщил, что не может попасть к своему подзащитному, который находится в своей квартире. Потом из квартиры Ройзмана вывели, когда уже все давно провели и отправили его в СИЗО. Затем решался вопрос о доставке Ройзмана в Москву, что там его будут судить. На сегодняшний день он оставлен пока в Екатеринбурге. Мэр Екатеринбурга выступил в его защиту, как о честном, справедливом человеке, сказал он. Вероятно, я думаю, что Ройзмана отпустят друзья. Это, знаете, такое впечатление, что силовикам нужно возмущать спокойствие. И так довольно-таки сильно среди народа возмущать спокойствие. Вероятно, чтобы оттянуть мысли от других событий, которые сегодня происходят. Вот Путин наградил за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга Дарью Дугину. Владимир Путин подписал указ о награждении Дарьи Дугиной орденом мужества посмертно. Друзья, совершенно необычная ситуация, странная ситуация. Ничего не понятно в этой ситуации. Да, я выпустила ролик, потому что меня это тоже всколыхнуло. Смерть дочери, неважно какой там папа, где он. Но он рядом с правительством, он рядом с Путиным. Это якобы сегодня главный идеолог Путина. Я сомневаюсь в этом, конечно. Но то, что показали, есть фотографии, что Дарья Дугина лежит в гробу. И у него совершенно ангельское такое лицо. Затем Александра Дугина показывают. Также фотографии есть в социальной сети. Посмотрите у меня на телеграм-канале. Там я выложила эти фотографии. И что хочу сказать. Александр Дугин там стоит, смеется даже. Не просто улыбается, а смеется с кем-то, разговаривая среди тех, кто присутствует на похоронах его дочери. Ну, во-первых, конечно, здесь очень много странностей, друзья. Первая странность в том, что девочка, при том, что автомобиль был взорван, взорван полностью, все выгорело внутри, а девочка вдруг совершенно целехонько лежит. Ну, мы же понимаем, это физические явления, разрушения, при том, что взорвался тротил 400 грамм в ее машине или под машиной. Не важно. Важно, что вся машина, она раскурочена, она выгорела внутри. А как же девочка осталась вот такой, совершенно как бы с ангельским лицом, лежащей в гробу? Это что? Обычно в таких случаях хоронят закрытый гроб, делают, да? Вы тоже это понимаете, что когда нечего хоронить, то закрывают гроб. А здесь лежит человек, в общем-то, в полной своей красе, как будто бы она просто вот шла-шла, упала, умерла, да? Таким образом она вдруг... Ну, это странно, друзья. Я не знаю, это постановочный ли спектакль был со смертью, для того, чтобы наделать много шума. А так как Александр Дугин является идеологом кремля, на сегодня, как это говорят, я не знаю, честно скажу, не знаю, то, возможно, он предложил такой вариант для того, чтобы был повод, информационный повод, чтобы предъявить ультиматум украинской стороне. И также был повод это заявить публично в Организации Объединенных Наций, что и будет сделано, а дальше пойдут какие-то судебные разбирательства. То есть это информационный повод, к которому привлекли огромное количество людей внимания. Кто это такое, друзья? Было ли так на самом деле? Взорвали ли девочку или нет? Или это только игра? Возможно, в таких случаях обычно человека отпускают за границу, где-то покупают виллу, где-то он там живет, пережидает пару лет, чтобы все утихомирилось, а потом появляется под другой фамилией, с другой внешностью. Это тоже так бывает. А информационный повод создан. И таким образом могут начаться различные действия и претензии одних команд к другим. Возможно, друзья, все возможно. Потому что очень странная ситуация. И тоже очень странная ситуация в том, как ФСБ якобы полностью все наблюдали. У них есть все видеосъемки со всех камер. У них есть информация о слежке за девочкой. У них есть информация о том, кто это сделал, каким образом документы. Все есть. Машина, номера. А что раньше-то думали? А раньше почему не арестовали человека, о котором они говорят? Жительница Украины Вовк с фамилией Вовк. Но, друзья, это ведь тоже, если ФСБ все знали, и вдруг абсолютно полное бездействие. Информации много. Вот это-то и настораживает. Когда происходят взрывы такие, то информации ноль. Но бывает, по крупицам начинают собирать. А здесь вуаля. В первый день огромное количество информации. Это очень сильно настораживает, друзья, о неправдоподобности ситуации. А потом еще и в гробу положили, как будто бы живую девочку. И накрасили ее, сделали лицо красивым, и похоронили. Как правило, если действительно, друзья, это живой человек там, и разыгрывается спектакль, то, как правило, со смертью не шутят. Смерть – это живое. Это живое. И со смертью не шутят, друзья. Значит, может быть, что-то еще хуже. Но это уже бумеранги, которые прилетают тем, кто бывает так начинает шутить. Друзья, ничего не знаю. Расследование. Но мы не верим сегодня нашим следователям, расследователям. Они ничто не расследуют. Хотелось бы только, чтобы не обманывали нас так жестоко людей. И не разыгрывали спектакль ради информационного повода. Я надеюсь, что это не так. По данному случаю, я выпустила вчера видеоролик. Посмотрите его. Я надеюсь, что вам будет интересно. Рассуждения, конечно, более такие спокойные. Но рассуждения как раз по данному поводу. ФСБ опубликовало видео с полной хронологией событий перед убийством. Силовики собрали записи со всех камер, на которых запечатлена подозреваемая в совершении преступления. На мой взгляд, эти записи ни о чем не говорят. Возможно, я многого не знаю. Но то, что собрано, это ни о чем, друзья. Действительно похоже на какой-то спектакль, постановку. Господи, минуй нас, пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь. Пекин становится главным экспортером грузинской продукции. 90% грузинского экспорта в Китай приходится на меди и другие металлы. Взамен Китай поставляет в Грузию высокотехнологичную продукцию, компьютерную технику, станки, кондиционеры, автомобильные шины. Основа грузинского импорта в России – это продукты питания, алкоголь, минеральная вода, виноград. При этом импорт минеральной воды за первые 7 месяцев этого года упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 36,5 миллионов долларов до 24 миллионов долларов, то есть почти на 16 миллионов долларов. По итогам летнего сезона 2022 года туристический поток в Крым упал на 50% по сравнению с результатами 2021 года. Многие события, конечно, последнего периода, они повлияли на туристический поток, но я хочу сказать, что россиян ничто не останавливает. Люди, привыкшие жить в стрессе, люди, привыкшие жить без комфорта, а мы и так выживем, а нам и так достаточно. Вот с такими заявлениями россияне едут все-таки в Крым и купаются в грязных лужах. Конечно, не везде канализация льется, как в Коктебеле. В Коктебеле особенно канализация выливается прямо в море. Такое впечатление, что специально туристов отпугивает, потому что Коктебель выкупил кто-то, земли Коктебеля кто-то выкупил и строится сегодня, начиная с автозаправки. Там начали строительство на въезде в Коктебель. Стоит автозаправка, и там начали огромное строительство. Там непаханное поле. Его можно застраивать многоэтажками, какими угодно. На первых порах там начинают строить торговые магазинчики. Так похоже. Ну, понятно, на въезде автозаправка, торговые магазины. Все это как бы логично, да? А дальше будут строить уже гостиничные комплексы. Но это подальше. Так что привлекают, с одной стороны, новыми домами, строительством, а с другой стороны, льют полностью всю канализацию в Коктебельский залив. И я не знаю, никто не берет там пробы, но это ужасно. Так что туристический поток, с одной стороны, он вроде бы избавился на 50%, а с другой стороны, люди все равно едут. Это менталитет, это психология, это срабатывает все так, ну, собственно говоря, как и должно срабатывать. Спите, жители Багдада. А в Багдаде все спокойно. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.